Здравствуйте, друзья! Вы на канале Kuk.ru. С вами Андрей. Мы сегодня говорим про Xiaomi Redmi Note 9 Pro, версия глобальная, потому что есть точно такой же смартфон, который представлен для Индии. И в Индии он продается под названием Redmi Note 8 Pro. В России этот же телефон Redmi Note 9 Pro для Индии называется Redmi Note 9S. Посмотреть, сколько этот телефон стоит в магазине Kuk.ru, как обычно, можете по ссылкам под видео. И останутся вопросы какие-то, или будете с чем-то не согласны со сказанным в этом видео. Ждут всех также в комментариях. Будем там с вами дискуссировать. И, честно говоря, вот когда я этот телефон получил, взял в руки, достал его, тут, конечно, было очень сильное ощущение вторичности. Задняя спинка — это стекло закаленное. С лицевой стороны тоже закаленное стекло. И, кстати, что забавно, стали клеить пленочку сразу на дисплей. Симпатично врезан модуль четверной камеры, получается, такой в квадрат. Под ней находится вспышка. И, в принципе, все. Здесь ничего лишнего нет. Датчик отпечатка пальца находится на боковой стороне. И, как по мне, это самое удачное расположение отпечатка пальца. На левой стороне смартфона располагается слот по две симки и карту памяти одновременно. Выбирать не придется. Снизу разъем под наушники. USB Type-C разъем для быстрой зарядки. Единственный динамик. И сверху дополнительный микрофон и инфракрасный порт для управления различной техникой. Напоминаю, что стеклянный бутерброд такой смартфон получается. Это лицевая сторона стекло, задняя спинка стекло. А вот рамка здесь пластиковая. Смартфон большой. Действительно большой. Глянцевый, скользкий. Немножко спасает то, что в комплекте уже лежит чехольчик. Он простенький, конечно, дешевый. Но, тем не менее, на первое время может хватить. Потому что без чехла, честно говоря, оно прям скользкий. Особенно, если положить на какую-нибудь поверхность, и она хоть чуть-чуть наклонена, то гарантированно Redmi Note 9S и 9 Pro куда-нибудь уедут. Без вашего ведома, но уедут. Поэтому чехол, конечно, это спокойно предотвращает. Дисплей здесь такой же, как и Redmi Note 9S. 6,7 дюйма. Разрешение Full HD+. Хороший дисплей. Мне он, хотя бы, больше понравился, чем на младшем, чем на Redmi Note 9 обычном. И по цветопередаче. И, в принципе, по функционалу тоже уже хорошо знаком. Есть темная тема. Есть возможность настроить с того температуру. Есть возможность скрыть вот этот вот вырез под селфи камеру. В общем, в принципе, к экрану особых вопросов нет. Хороший, нормальный IPS-дисплей. Не предел мечтаний, может быть, никаких 90 Гц здесь нет. Но, в принципе, все нормально. За производительность Redmi Note 9 Pro отвечает процессор Snapdragon 720G и 6 ГБ оперативной памяти. Напоминаю, что в Redmi Note 9S есть еще версия на 4 ГБ оперативной памяти. Производительность этого смартфона даже бюджетной особо назвать не получится. Такой уверенный-уверенный середняк, пожалуй, что. Да и, в принципе, по цене, на самом деле, он же близится, конечно, к середняку. Но, в целом, именно вот по быстродействию в повседневных задачах у меня к смартфону вопросов нет. Свободной оперативной памяти много. Приложение открывает достаточно быстро. Конечно, не флагман, конечно, но очень хорошо. Для игрушек тоже смартфон подойдет. Можно поиграть в сложные игрушки и на высоких настройках. Конечно, это не будет 60 FPS везде. Это будет где-то 30-40, но играть можно будет с комфортом. Нагрев, конечно, есть. Небольшой троттлинг, но все равно на высоких будет вполне себе нормально играть. Что, учитывая такой большой дисплей, конечно, отдельный дополнительный плюс и лайк. Батарея Redmi Note 9 Pro получила емкость 5000 мА, при этом поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт через разъем USB Type-C. Это преимущество, действительно, преимущество основное Redmi Note 9 Pro перед Redmi Note 9S и Redmi Note 9 обычным, который поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Но, правда, цифры такие, знаете, как 18 Вт, а тут 33 Вт. Наверное, в два раза быстрее заряжается для той же емкости. Ребята, чудес не получилось. Смартфон заряжается, да, не так медленно, как, допустим, если бы это была обычная 2 А какая-то зарядка. За полчаса Redmi Note 9 Pro от комплектного зарядника заряжается до 50%. Полностью смартфон заряжается где-то часа полтора. Ну, в принципе, показатели, опять же, не очень быстрые. Бывают и быстрее, тоже какого-нибудь OnePlus, конечно. Но, честно говоря, опять же, для смартфона этого диапазона показатель хороший. Разряжается при этом он уже не быстро. Хороший современный процессор, большая емкость батарейки. Конечно, основным потребителем электроэнергии в данном смартфоне является именно дисплей. Огромный дисплей, яркий. И смартфон будет разряжаться при активной эксплуатации все равно где-то за день-полтора. Если гонять его не так активно, то хватит и на два, то и на три дня даже. Ну, конечно, тут сценарий использования подстраивайте под себя. А вот что касается камер, то это тот момент, за который многие полюбили еще бюджетный Xiaomi Redmi Note. Под первых поколений и последующих ставили Google камеры. И все это фотографировано начинало действительно выше той цены, по которой смартфоны продавались. Сейчас цены немножко подросли. А для кого-то и множка, особенно с учетом курса. И Redmi Note 9 Pro получил, по сути, такие же камеры, как и индийский Redmi Note 9 Pro Max. И основная камера здесь на 64 мегапикселя. Мне понравилось, как Redmi Note 9 Pro снимает. Хорошие получаются кадры. Действительно, и цветопередача натуральная, и смартфон сам, в принципе, даже без участия искусственного интеллекта, который здесь можно отдельно включить, может выстроить симпатичный кадр. И неплохо, опять же, с детализацией. Если нужно прям много деталей в снимке, то вы включаете режим 64 мегапикселя, потому что по умолчанию здесь делаются кадры 16 мегапикселей. И с детализацией в некоторых местах, конечно, есть проблемы. Но в целом, с камерой произвела очень приятное впечатление по части фото, да и по части видео, на самом деле, есть тоже приятные находочки. В частности, смартфон пишет видео в 4К. Есть стабилизация, конечно, только электронная. Качество видео в Redmi Note 9 Pro, да как и в Redmi Note 8 Pro еще прошлогодним, меня вполне порадовало. С одним важным «но». Потому что, к сожалению, без как и без «но» у Redmi Note 9 как-то пока не обходится. Смартфон каким-то образом запортил мне несколько снимков. Много снимков были просто сильно смазанными или имели проблемы с автофокусом. У меня потому что несколько смартфонов было сразу на тесте. Это OnePlus 8 Pro, это Pocophone F2 Pro, тоже от Xiaomi, кстати. И Redmi Note 9 Pro, и Redmi Note 9. Из четырех сразу смартфонов одновременно именно Redmi Note 9 Pro накосячил с большим количеством кадров. Ну и про селфи-камеру я, кстати, еще не сказал. Здесь в Redmi Note 9 Pro селфи-камера на 16 мегапикселей. В индийской версии этого смартфона селфи на 32 мегапикселя. Селфи-камера неплохая, но однозначно отлично я ее назвать тоже не могу, честно говоря. Мне качество, конечно, больше понравилось, чем в Redmi Note 9. Ощутимо больше. Но не дотягивает даже до такого уверенного, хорошего уровня. Наверное, такая камера на 4 с минусом, как для селфи-камера, даже за эту цену. За связь Redmi Note 9 Pro заслуживает однозначную пятерочку, потому что есть поддержка и двух сим-карт одновременно с картой памяти. Есть поддержка и NFC, и Wi-Fi 5 Гц. Да и, в принципе, честно говоря, смартфон очень уверенно принимал сигнал. Это касается как и мобильной связи, так и Wi-Fi. Вот здесь, конечно, вопросов у меня к смартфону никаких нет. Все очень хорошо, как у Redmi Note 9S, кстати. По звуку также стерео здесь не поддерживается. Динамик 1, громкость его хорошая. Пропустить звонок будет сложно, но звучание через наушники ничем особенном не выделяется. Разве что к возможности подстройки под себя. Прям много возможностей подстройки под себя в настройках профиля звука. Прошивка у Xiaomi Redmi Note 9 Pro хорошо нам знакома. Это Android 10 версии, оболочка сейчас MIUI 11 версии. Функционал хорошо знаком. Это дополнительные профили безопасности, дублирование приложений, дополнительные экраны рабочие, когда можно запаролить какой-то, не знаю, что вы там будете хранить, но дополнительный рабочий стол, на котором будут стоять запароленные приложения. Так что, пожалуйста, шифруйтесь как вам угодно. Есть управление жестами, есть темные темы. В принципе, вопросы к прошивке с точки зрения функционала особых нету, но единственное, что меня прям бомбит в последнее время от того, что я настраивал смартфон, выбрал регион России, и здесь сразу скачались какие-то дополнительные приложения. Там, Яндекс Дзен, ТикТок, Мистор, игры какие-то подкачались, Крэйзи Джусер, да, то есть Xiaomi раньше прикрывалась дешевизна своих смартфонов тем, что, ну, вот у нас там кое-где есть реклама, но она, в принципе, не мешает. Вот мы какие-то приложения ставим здесь в помолчании. Ну, ребята, ну, вы как бы подняли цены на устройство. А что здесь реклама делает? А что здесь вот эти приложения делают? Подводя итог по поводу Redmi Note 9 Pro, могу сказать следующее. Смартфон, в принципе, как и Redmi Note 9s, получил хороший, классный дисплей, хороший дизайн интересный, камера неплохая, есть и NFC, есть хорошая автономность, но при этом, конечно, не обошлось и без некоторых минусов, которые, правда, дальше, может быть, немного поправят. Как уже говорил, в сложных условиях камера в автоматическом режиме может ошибаться, может смазывать. Честно говоря, мне не очень понравилось видео, как этот смартфон снимает, особенно на фоне Redmi Note 8 Pro прошлогоднего, действительно, здесь Redmi Note 9 Pro, это какой-то шаг назад присутствует. Но в остальном, честно говоря, смартфон сильно поругать-то его и не за что. Конечно, надо посмотреть крепко и внимательно на то, сколько этот смартфон стоит, а дальше уже делать вывод, так ли этот смартфон хорош. И здесь каждый из вас должен сделать этот вывод. Но, честно говоря, так сам по себе смартфон меня вполне приятно порадовал. Приятное устройство, действительно приятное устройство, даже которое, вот без задней мысли, вполне я мог бы себе взять как основное и вполне им пользоваться. Конечно, думайте сами, решайте сами. Понравился вам этот смартфон? Переходите по ссылкам под видео, покупайте. Вам доставят этот смартфон, может быть, даже сегодня с трехлетней гарантией. Не понравился? Опять же, посмотрите на сайте, что еще продается. Какой-нибудь Realme, Huawei, Samsung. Всегда что-нибудь найдете. Но по этому смартфону высказывайтесь в комментариях. Мне интересно, что думаете конкретно вы, особенно относительно его цены. У себя новая ценовая политика. И здесь, кстати, я видел даже несколько положительных отзывов на то, что смартфоны подорожали. Это достаточно странно. В общем, напишите, что думаете вы. На этом с вами прощаюсь. С вами был Андрей, QC.ru и Redmi Note 9 Pro. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok